Добрый день, Светлана Михайловна! Давно вас не было видно, давно не появлялись на нашем канале. Как ваши дела? Добрый день, добрый день. Спасибо большое. Да, действительно, давно не было. Здоровье, все нормально? Пойдет. Настроение новогоднее, предновогоднее. Светлана Михайловна, я хотел бы вас спросить. Вы наверняка слышали эту историю нашумевшую. Вся страна говорит об этой голой вечеринке, которая в Москве недавно состоялась, где принимали участие так называемые «звезды», в кавычках, Собчак, Билан, Киркоров, Ивлеева и так далее. Что вы думаете об этом? Хотелось бы узнать ваше мнение. Наконец-то. Я просто думала, я и раньше думала, и многие вообще жители России возникали, что не то совсем показывать по телевизору. Честное слово, иногда вот смотришь, ну, такую туфту они показывают, или иногда вот рассказывают совсем не то, что надо. Вообще вот наше телевидение российское вообще испортилось вообще в последнее время, абсолютно нечего смотреть даже. Я очень извиняюсь за такой разговор и слова. Извините, пожалуйста, слово «падшие женщины» или «проституция» взять вот в Москве, в принципе, он как бы везде уже есть. Если это открыто, практически показывают по телевидению, по российскому телевидению, мало это показывают по российскому телевидению. Это видят еще наши дети. Это еще знают все наши, весь наш народ. Да, кстати, мало того, что это все показывает. Черт с ним, но уходят наши налоги, то, что мы платим. Кого мы кормим и содержим. Кого мы кормим и содержим, они открыто клюют своему народу, открыто, да, и показывают себя, свою внешность. Вся это безобразие. Я вообще категорически против такого вот действия с их стороны. И меня возмущает то, что наши эстрадные артисты, которые сейчас выступают, когда они показывают все пальцы свои, особенно мужчины, ну, женщины, как бы вот наряды носят, как бы ни было женский пол. Привет, мы не торгуем, мы не торгуем. А когда еще мужчины показывают свой наряд, извините за выражение, как петухи наряжаются и выходят, это вообще беспредел. Это неуважение к себе, я так считаю. А когда еще они показывают, какие кольца у них и сколько стоит, и за какую цену они это заказали, извините, пожалуйста, а кто платил им эти деньги? Кто платил? Вот такое безобразие показать на всю Россию, это вообще беспредел. Я до такой степени, они, эти эстрадные артисты, обнаглели, до такой степени, они уже не знают, как себя вести. Они уже, по-моему, такое чувство, что вообще они с дурдома вышли. Похоже на то, да. Это мы сами виноваты, что мы допустили, но больше всего, кто виноват, это директора этих каналов телевидения, российской телевидения, которые вот эту всю муть позволяют, показывают, вот это все нашей молодежи. А скажите, пожалуйста, почему вот меня обижает то, что вот наши солдаты сейчас вот на Украине, в общем, если взять, почему, допустим, наши артисты, вот некоторые выезжают, я вижу, выступают, я вижу, ну, ради бога, как бы люди тоже хотят отдохнуть. Это все понятно, но когда ты свою роскошь показываешь, прилюдно, ну, тогда, черт возьми, помоги этим нашим солдатам. Какую-то возможность дай им, какую-то помощь дай им, благородство свое покажи там, но не таким образом то, что они выделывают. Деньги некуда деть. Скажите, пожалуйста, откуда у вас эти деньги? Если не народ вам платит, то вы кто такие есть? Но у меня вот требование к Херсту, к Константину, как можно было позволить эстрадные вот артисты себя так вести? Я сейчас абсолютно не имею в виду именно эту передачу, из-за чего этот скандал весь произошел. Я вообще в целом имею в виду, что они показывают, вообще ужас. Какие-то там про женитьбу, я забыла, как эту программу опять поставили его. Разве... Какая женитьба? Там вот это ведет. У меня телевизора нет, я не знаю, я не смотрю еще, только в компьютере. Я даже забыла, приходит, давай поженимся. А, давай поженимся. Я до такой степени удивлена, разве нормальные люди будут ходить так туда? Зачем вот на такую чепуху вот время терять? Зачем деньги брать? Зачем платить им на такую чепуху? А сколько шоу таких есть? Почему нельзя нормальный шоу выставить нормальных людей? И я до такой степени удивлена тому, что за последнее время... Вот сейчас суперстар показывают, ради бога. Какие артисты у нас были? Суперстар это что? Суперстар. Голоса, голоса, да? Тоже шоу, да. Да, кстати, по Северному Кавказу там Целикат, по-моему, Эферикс выступает. Ну, нормальный, хороший певец, наш земляк. Да, нормальные, хорошие певцы у нас есть. Не обязательно, я не говорю с Кабариной Балкарией, а там тоже там по Российской Федерации. Сколько у нас артистов, которые вообще даже в пятки, в мизинцы не годятся тем, которые выступают там. Разве можно? Я бы вообще, моя боль была бы, я бы этих директоров канала в российском телевидении вообще бы сняла бы. И сейчас, в данное время, что касается нашей культуры, по Кабарине Балкарией, я бы хотела в продолжении сказать. Мне обидно то, что вот у нас телевидение мало показывают. Мы практически не знаем наших артистов. То, что вот по праздникам выступают, или концерты там в год два-три раза где-то будут делать, вы знаете, это тоже нехорошо. Искусство, оно должно как бы вот в объеме показывать. Или вот, я неоднократно говорю, вот когда должны... Или они недостаточно получают на эти вещи с федерального бюджета деньги или с республиканского бюджета. Я не знаю. Я, если серьезно, я не хочу врать, потому что я мало об этом знаю. Но раз так, как я начала в целом об искусстве говорить, я просто хотела продолжить. То, что... Ну, касаемо наших, да, эстрадных... Что касаемо наших эстрадных певцов, театралов... Да, да. Вы считаете, что мало показывают, да? Мало эфира дали, да? Практически. Ну, каждый из своей наций как-то вот мы знаем, но когда они рекламу делают, нет рекламных афиш нормальных. А, понятно. Где доступно, чтобы они люди видели, где вокзалы можно, где, вот, допустим, детский мир, большой ТЦ, пожалуйста, люди много ходят. Где рынок, пожалуйста. Недостаточно рекламы, да? Рекламы абсолютно нет. Рекламы нет. И обидно то, что по телевидению нас мало показывают. Очень мало. Почему нельзя как-то уделить больше внимания культуре нашему? Допустим, танцевальные коллективы. Их сколько много? Сколько их много? Я понимаю, вот, развития именно по культуре у нас в Кабрино-Балкаре очень мало. И хотелось бы вот это все вот, как бы вот подключились, чтобы наши чиновники, я обращаюсь сейчас к нашему уважаемому главе республики Кокову Хазбеку Валерьевичу. Поэтому, пожалуйста, сделайте так, чтобы все доступно было, чтобы мы знали, что, где, как. Бывают такие концерты, практически не знают. Мол, выставлены были рекламы, допустим, по Ютубу или почему-то там каким-то каналам. Вы знаете, очень многие не смотрят каналы по Ютубу, по чему-то там. Когда рекламу ты делаешь, и люди ходят на рынок или где-то за каким-то под этим покупками, в любом случае, или остановочные пункты, эта реклама должна быть. И не так просто взять его, нацепил или наклеил, ушел. Раньше почему-то и деньги находились, и все было. Раньше при ЖКХ... Афиша такая должна быть хорошая. Раньше при ЖКХ был отдел рекламы наружной, сейчас его нет, его расформировали. Может быть, из-за этого так мало времени, так мало уделяется. Ну, как-то вот сейчас я вспомнила, и эту хотела как бы вот запись сделать, остановочные пункты, это уже относится, я уже чуть-чуть с темы отошла, но это тоже нужное дело. Это я уже обращаюсь к администрации города о том, чтобы на остановочных пунктах должны быть... В комплексах, да, остановочных? Да, 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 должны быть схему карты города, как эти автобусы ездят, по каким улицам они должны ездить, это обязательно. Сейчас у нас туристы, дай бог всем здоровья, чтобы они к нам больше ездили, но каждый раз, чтобы они не спрашивали, где, что и как можно находить, раз есть остановка, они должны быть наклеены везде. Это я вот в Москве увидела, это очень доступно, очень хорошо. Ну, как в станцию метро, там, да, вот заходишь, там схема в автобусах, в общественном транспорте, везде, везде, в троллейбусах. Вроде ничего такого нет, но хочется, конечно, чтобы все-таки люди видели, что о них заботятся. Хоть и мало, но все равно что-то вот такое есть. Ну, и в итоге я хотела поздравить... Жителей республики, да? Жителей республики, да, с Новым годом, всех благ. Чтобы этот Новый год у нас очень хорошим был, чтобы происходящее, что касается Украины, чтобы это все закончилось. Дай бог нашим ребятам здоровья, чтобы они все вернулись домой здоровыми, чтобы была всегда изобилие, радости побольше и понимание друг к другу, уважение друг к другу. Это самое главное. Всех с наступающим Новым годом! Взаимно спасешь!